Дополнительный шум появился, но его можно объяснить. Теоретики действительно могут все объяснить. Но мы тут с Дубровичем сразу задумались. Объяснить-то можно. А ведь вся эта, скажем так, релятивистика-то была, как вы сказали, с целью увеличить массу, снизить джиптер, а вы объясняете. А вы пришли к выводу, а как все-таки не объяснить, а снизить? Ну как? Пожалуйста. С чем мы будем играть? Ну, смотрите, тут зависит от того, какие у нас конкретно задачи. Если мы вообще хотим иметь дело с такими вот суровыми солитонами, нам это для чего-то надо, либо так, либо мы забираемся вот сюда, либо, вот как я, собственно, предлагаю дальше, вообще создаем изначально, вот здесь хорошо проиллюстрировано, ну скажем, двух такой квантовый солитон, запускаем его, и он, видите, он просто с супернизким джиптером по сравнению. Это совершенно одинаковые параметры, все как видите в одном масштабе, просто здесь мы в систему запускаем солитон с зарядом равным единице, а здесь мы запускаем солитон с зарядом равным двойки, видите, какой выбор в джиптере включает? Да, да, пожалуйста. Дальше, а вот если мы хотим именно детектор делать, то давайте так, вот если бы там вы меня спросили, ну там месяц тому назад, я бы начал бояться, что надо там выбирать вот какое-то вот место там, но сейчас уже это все не нужно, потому что вот как раз за последний вот месяц мы как бы там сильно потрудились, и мы другой задачей перешли, которая, все-таки, давайте честно скажем, ближе к тому, что нам нужно, мы перешли к задаче о неоднородной системе, где мы уже реально включаем, измеряем ее систему, и реально уже дальше меряем соотношение сигнал-шопа, и уже никаких там разговоров, что вот примерно где-то как-то там-то надо, их просто нет. Вот, пожалуйста, мы считаем, это симуляция, на самом деле. Вот симуляция, мы считаем, пожалуйста, представляем вот такую вот, ну в какой-то деле. Эксперимент, у нас эксперимент, ну симуляция, ладно. На прямую относящиеся теоретики. Ну просто дальше уже мы вставляем там опросы, которые есть. А это ты знаешь, что еще есть вопросы? Нет. Ну тогда давайте поблагодарим этот доклад.